Девушки отдыхают 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 Что таке по-першему проекту? Это означает, что в процессе строительства и воинской, и проекты додали значную количество изменений для проекта, которые увеличивают уровень эффективности опорных пунктов, которые увеличивают комфортность для украинских воинов, которые будут использовать опорный пункт для того, чтобы защищать государство. И могу сказать, что объем таких работ и темпы, которые у них действуют, это безпрецедентно. Хотел бы напомнить, что 15 лютого вступил в силу Минский план, так называемый Минск-2. Он был нам нужен для того, чтобы мы провели перегруппирование войск, провели оновление и восстановление боязательностей техники, провели надзвичайно важливое для нас навчание и обеспечили лінію обороны глубоко ошелонованными опорными пунктами. Я могу сказать, что вартость этих работ дорівнює майже 1 миллиарда гривень. Можете собі уявить, что по проектам, когда мы начали эти работы, проекты были, выходя из опыта войны, еще другого святого. И за очень короткий термин, используя особенности и опыта, которые набили украинские военные силы в гибридной войне, проекты были кардинально изменены. И мы сейчас поедем в Мареуполь, где мы будем встречаться, и фактически это будет происходить на передаду речниці звольнения Мареуполя. И это тоже очень символично, что и Мареуполь защищает вся страну. Работа, работа, подрядники, это из всей Украины, хотя левая часть замовлено, здействована подприемством Донецкой области. Теперь, когда все это будет завершено, в ближайшее время. За два недели мы ведем на эксплуатацию еще сотню. И до середины липня мают быть введены все пункты, которые мы запланировали. Единственное, что в этом уничтожает, это окременные пункты на первой линии. Мы ни в каком разе не допускаем и не допустимы жодного показателя. Куда поедет президент, мы знаем. Тут есть 22 опорных пункта. Готовность должна быть на всех 22. Восемьсот на пятьсот, ну может там...